Вот наш котик Аминеко. Нужно его сейчас сшить. Для начала хочу рассказать какие здесь детальки есть. Связала голову котику. Связала ему туловище. Набила все синтепухом. Вот таким наполнителем. Связала ушки. Две нижние лапки. Две верхние лапки. Хвостик. И вот такая вот мордашка будет. Сейчас нужно будет сшить голову и туловище. Беру иголку. Вдеваю тот длинный кончик нити, который я оставила для сшивания. Пришивание нужно захватить обязательно каждую петлю с головы. И соединить ее с каждой петелькой тельца. Я это делаю вот так. Захватила отсюда петельку. Подтянула. Захватила. Отсюда. И так по кругу продолжаю сшивать. Отсюда. 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 теперь нам нужно спрятать кончик нити которую мы сшивали так расправляем потому что пока мы здесь сшивали мы тут немножечко переместили наполнитель вот такая вот у нас голова и тельце теперь нам нужно спрятать и обрезать вот мы сшили туловище и голову теперь нам нужно пришить ножки например вот если смотреть на котика предыдущего ножки должны будут пришиты вот так вот тут кончик надеваем нитку кончик который мы оставляли для пришивания обрезаем нет 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 Продолжение следует... И точно так же в каждую петлю захватываем каждую петельку на ножке и пришиваем к тельцу. Заходим на другую сторону и точно так же прихватываем, чтобы ножка держалась крепче, так как предполагается, что с игрушкой будет играть ребенок. И чтобы ножки держались крепко, нужно их зафиксировать с обеих сторон. Прошиваем и с другой стороны. Фиксируем нить и прячем кончик. Вот так у нас получилась одна пришита нога. Крепко. Теперь нам нужно спрятать нить, как обычно. Делаем несколько стежков вдоль тела. Так как нить меланжевая, я стараюсь стежки делать в том месте, где тот же цвет проходит. Чтобы можно было замаскировать. И обрезаем нить. То же самое делаем со второй ножкой. Так, у нас пришиты уже две ножки. С обеих сторон прошиты. Теперь нам нужно пришить хвостик. Хвостик наш Боттон. Значит, нить сейчас спричим. Это нить, которая идет у нас от пришивания второй лапки. Вот, мы ее тоже вот так спрячем. Теперь нам нужно пришить хвостик. Здесь в данном случае хвостики пришиты по кругу получается. Предлагаю здесь сделать то же самое. Тут у нас хвостик сшит. И мы его сейчас распустим. Для того, чтобы тоже пришить хвостик по кругу, как и у предыдущих котят. Так, то есть он у меня был вот здесь провязан. Я его распустила для того, чтобы иметь возможность, захватывая каждую петельку, пришить котику хвостик. Вот, вот тут будет хвостик у нас пришит. Что? Вот так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...